Приветствую всех! Вы зашли на канал заметки механика. Приятного просмотра и жду вас снова. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Кузьмич, ты тут в свете фар пригнал нам машину свою, да? Вот так у клиента подсвечены номера. Интересно. Кузьмич, твоя машина, признавайся, ты подогнал? Ну да, молодец. Шкода Октавия. Проблема такая. Человеку ставили сигнализацию. Вот такую сигнализацию устанавливали. И после этого у него начались проблемы с освещением. Проблемы с освещением связаны с некоторыми цепями. И везде у нас ошибки замыкания на плюс. Не горит дальний свет. Левая сторона. Лампа переднего левого указателя поворота. Разорвана цепь или замыкание на плюс. Мое предположение, что лазили, подключали сигнализацию к блоку центральной электроники. Тот же блок комфорта. И что-то там нахимичили. Либо положили блок комфорта, либо разорваны цепи. Хотя у нас замыкание на плюс. Это интересно, конечно. Вот сейчас будем разбираться. Сейчас я продиагностирую, посмотрю ошибки. Ну ошибки в принципе все, что лампы не горят. У них обрыв цепи. Разорвана цепь или замыкание на плюс. Скорее всего блок комфорта увалили. Будем смотреть. При первичном осмотре сразу обратил внимание на предохранители. И что я обнаружил. Вот он предохранитель. Пятиамперный. Это у нас подсветка салона. Оп. Загорается. Тухнет. Но этот предохранитель очень плохого качества. И он китайский. Быстрее сгорит вся проводка в машине, чем этот предохранитель. Толщина его самой сгораемой части предохранителя такая же, как ножки. И вот представьте, какой должен быть ток, чтобы он сгорел. Вот сразу ставим пятерочку на нашу. Чтобы не было чудес. И вот этот двадцаточка мне еще не внушает доверия. Вот. То же самое. Про эти предохранители, кстати, у меня уже отдельно есть видео. Я уже делал. Можете посмотреть. Я ссылочку либо здесь всплывет, либо оставлю в описании. Так. И это то же самое китайский. Надо еще раз снять. Потому что, ну, нельзя такие предохранители ставить в современные автомобили. Это вы продешевите не на том. Так. Вот двадцаточка. Ставим на место. Так. С этим пока разобрались. Дальше. видим дальше в глубине следы установки сигнализации. Сейчас мы доберемся туда и посмотрим, что там могли обрезать, путать. Почему у нас замыкание на плюс. Кстати, после удаления ошибок у нас висит теперь одна ошибка. это задний правый стоп-сигнал замыкание на плюс. Сейчас будем разбираться. Я снял пластик под рулем. Там лежит рычаг переключения света. Я уже рассказывал об этом, но еще раз напомню, как его снять. Он здесь фиксируется. Вы надавливаете. Вот здесь вот есть защелка. Надавливаешь в нулевом положении, переводишь вправо и защелка уходит. Вот так. Он вынимается. Так, что я обнаружил. Вот здесь вот провод как бы восстановленный на реле. Я еще не смотрел за что отвечают реле, но обратил внимание на блок BCM, блок комфорта. у нас разъем. Я его не трогал. Он так и висит. Раз и выпал. Что довольно-таки неприятно. Сейчас мы поставим разъем на место и попробуем продиагностировать еще раз. Посмотреть, что у нас будет с освещением. Итак, у меня все адекватно заработало. Всего, ну а все. Разъем бывает же. Ошибки я остер. Все. Нет ошибок. Ошибок не найдено. И у меня левый поворот работает. Дальний свет. Сейчас мы включим. У нас не работала левая фара. Работает. Накинул пускозарядное, потому что начались ошибки, потому что проседает напряжение. У меня все работает. Задние повороты. Стоп, кстати, не работал центральный, правый. Сейчас все работает. Правая сторона поворота. Все мигает. И стопы. Сейчас мы посмотрим. Дайся. Внимательно смотрим на штору. Загорелись все три. Все. И такое бывает. Думал, что тут будет проблематично, критично. Оказывается, всего-навсего не подоткнута фишка. Не уставлен разъем. И такое случилось. Человеку весь мозг уел. Даже он удалил сигнализацию, которую ставил. Все. Сейчас собираем обратно. Вот так человеку ставили сигнализацию, удалили. А все равно проблема осталась та же. Все банально. Все элементарно. Кто-то не подоткнул разъем, не установил на место. И человек боролся с этой проблемой довольно-таки долго. Ну, что бывает, скажу я так. Никто от этого не застрахован. Поэтому вот такой быстрый ремонт. В принципе, почти в прямом эфире. Единственное, что я не показывал, как разбираю некоторые детали. Ну, и до этого я немножко тут прозвонил предохранители. Там диагностикой сразу, без вас. все равно. Все же. Зато ничего не скрыл. Все. Со Шкодой все. Если будут какие-то желания клиента, еще она будет у нас в видео. Скорее всего, потому что человек купил новую такую же сигнализацию. И я так понял, он его будет устанавливать. И скорее всего у нас. Кузьметь, 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 тебе наш подписчик прислал. Глянь, что? Корм. Спасибо огромное. Все, будем кормить тебя. Кузьметь, мне понравилось. Да? Спасибо большое. И вот продолжение предохранителях. Вот фирменный предохранитель нормальный 5-амперный. А вот это китайский предохранитель. Это похоже тоже китайский какой-то у меня нашелся. Я когда-то с Алиэкспресса сдуру заказал. Потом проверил. Оказывается, что нельзя такие предохранители ставить. Вот моя коллекция хороших предохранителей. вот сейчас посмотрим 5-амперный предохранитель. Аккумулятор, провода с двумя крокодилками. И вот мы сейчас повесим их на аккумулятор. Раз. Не видно было. На предохранитель сгорел. Щелчок был. Вот предохранитель сгоревший. Теперь достаем берем что у меня тут есть 10 ампер так называемые китайские. они 10 ампер установлены китайские. мы пробуем их спалить предохранитель. Видно да? Ой проводки стали какие классные. Это всего лишь 10 ампер. и вот она плавленный предохранитель. Вот такие китайские предохранители. Берем десяточку нормальную. Точно так же подсоединяем. Давайте сюда положим. И он перегорел моментально причем. А этот расплавился. Вот и ставьте так китайские предохранители. Поэтому лучше не дешевить предохранителями и купить нормально. Это тоже китайские. У них внутри перегорающая часть толщиной такая как ножка. Сколько он выдержит? 10 амперный. Давайте дальше спалим 10 амперный. Я хочу его спалить. Перегорит он или нет? Не падай. Нет он не перегорит. У меня провода сгорят. Ай все классно да? горячо. Вот оно. О чем я и говорил. Горячо горячо горячо. Поэтому не экономим на предохранителях. Ставим качественное. Кузьмич ты на гульке собрался. Вылизываешься. Кузьма ты куда собрался такое? Куда ты собрался красавица? Volkswagen Touareg заехал на маленькое ТО. Я уже до этого поменял ремешок с натяжным механизмом. Теперь буду менять помпу так как в ней шум и гидроусилитель. Вон там внизу он вместе со шкивом потому что течет гидроусилитель наш по переднему сальнику и стыку самого гидроусилителя. Мы будем менять с промывкой охлаждающую жидкость потому что охлаждающая жидкость у нас выглядит уже довольно-таки ужасно. Что там? Ой мы запотели. Бывает. Так что приступаем к работе. Все запчасти в наличии. Все уже подготовлено. Сейчас буду ослаблять винты крепления шкивов помпы шкива насоса Гура сливать охлаждающую жидкость и менять новая помпа у нас установлена промывать систему охлаждения не буду потому что чисто все хорошо слился антифриз не грязный такой но уже цвет потерявший и свои свойства гидроусилитель насос вон он видно красивый новый стоит на месте еще с гидроусилителем вместе это шкив помпы он металлический я поменял шкив так как он алюминиевый он изнашивается и вот эти края становятся острыми очень сильно и проедают ремень поэтому у каждого механизма есть износ и его нужно менять многие забывают об этом как на практике потом начинаются проблемы рвать ремень пищать лучше поменять алюминиевая штука вот она помпа помпа угол был а гидроусилитель сам насос у нас бежал по переднему сальнику и по стыку вот так сейчас заливаю антифриз ставлю ремни а еще буду промывать жидкость гидроусилителя надо снять наш бачок и вымыть его так что приступаем после замены помпы обязательно машину греем до включения термостата и вентилятора охлаждения основного и только тогда проверяем уровень охлаждающей жидкости и отпускаем машину иначе мы можем завоздушить систему и отпустить машину которая будет с воздушной пробкой зачем она нам надо правильно жидкость уровень я выставил между минимумом и максимумом должно быть потому что жидкость гидроусилителя при нагревании расширяется и будет максимум вот так промыл все отлично вентилятор у нас включился сейчас мы немножко остынем и проверим уровень охлаждающей жидкости и отдадим машину который любит высли� выжила и о что ничего люди и они у Субтитры сделал DimaTorzok